Купить такой дом стоит миллион шестьсот. Слышал, тебя сократили, ты хочешь об этом поговорить. Она такая посмотрела, говорит, я с таким резюме отправлять не буду. Например, я закрыла проект на миллион долларов. У меня был конфликт с коллегой, а сейчас я думаю, блин. А зачем? И ты заплатила за будущее. Сколько ты всего за Тессу заплатила? И мне кто-то сказал, ты выпей там винишко, и у тебя дело пойдет. Ты живешь правильно вместе. Плюшки, минусы. Надеюсь, тебя не уволят, как меня в этом. Какая красотка. Вы поняли, да, масштабы? Всем привет, меня зовут Катарина Кот, и я живу в Америке, в штате Калифорния. Сегодня мы приехали в гости к одной моей знакомой, которая расскажет нам все подробности того, как в Америке устроиться на работу. Как искать, что делать, какие подводные камни. И, кстати, что делать, если вас сократили, и что это за собой влечет. Привет! Проходи. Сегодня у нас героиня Маша. Маша нам сегодня расскажет очень много интересной и полезной информации. Покажет дом, в котором она живет. Так что не переключайтесь, будет очень классно. Смотрите, как красиво живут люди. Посмотрите, какой классный дом. Маша, ты его снимаешь или это уже твой? Я снимаю. Нам расскажешь? Да, я расскажу. За сколько? Посмотрите, ну, опять же, такой, мне кажется, тоже типичный американский дом, когда ты вошел сразу в комнату, ни вам шкафов, никаких клозетов. Ни прихожей. Да, то есть ты входишь и сразу ты весь в доме. Просто американцы обычно ходят через гараж, и той дверью мы обычно не пользуемся, поэтому здесь у нас все валяется. И обувь, и бардак, как стандартный прихожий. Ну, это очень круто. Прихожий. Приехал, сразу зашел домой. Венишко накатил, если день был сложный. Там веный холодильник стоит. И там вот очень много всяких. Ну-ка, покажи. Нам надо больше, он не умещается. Бедная. Ну, мы постоянно полняем. И вот там, там уже вот бардачилочек. А, ну вот теперь все логично. Вот теперь все, кук. Все, можно снимать, да? В этом доме мы живем пять лет, и раньше мы жили через дорогу, в трехэтажных домах. Там дом был почти на тысячу баксов дешевле. И я ходила мимо этого дома, вот здесь гулять. И такая, блин, вот бы там переехать, в этот дом жить. И потом я все-таки решилась переехать. И мы с мужем договорились, что я буду доплачивать этот штукарь. Только переехали, и меня сокращают с работы. Я такая, ну ладно. Не впервые. В следующей работе я нашла зарплаты в три раза больше. И, в общем-то, стала доплачивать гораздо больше за всякие вещи. Другие. Вы привезли кота с собой, да? Из России. Это помойный. Мы его подобрали на улице, и он летел в бизнес-классе. Вау. Как его зовут? Шелдон. Вообще весной здесь классно. Здесь все вот эти розы, они супер там цветут. Гранат вот там зеленый, но из сада вот лимоны только нормальные. А цветы все сдохли, у нас постоянно допут. Почему? Почему, не знаю. Не выживают. Расскажи, пожалуйста, заодно вообще сколько вы платите за ваши апарты? Дом. За ваш дом, да. Мы платим 4 300 где-то в месяц. А купить такой дом стоит миллион шестьсот. И он, это город Нью-Арк. Да, вот, кстати, я хотела спросить, а почему Нью-Арк? Просто пока мы сюда ехали, мне кажется, тут так, знаешь, типа какие-то заводики, так невзрачно немножко. Да, тут Тесла-завод, то есть автозавод. Ты прям с завода. Да, тут очень много работяг, был очень стрёмный район, теперь Фейсбук через мост, соответственно, приехало очень много программистов и построили новые дома. И когда искала по долине, искала по всей долине с хорошим бюджетом, и только здесь я нашла, что вот прям было много новых домов. Вот это вот комьюнити, это новый, да. Ну вот после Лендорда мы вторые жильцы, а предыдущий дом был, мы были первые жильцы. Ну да, слушай, кстати, это очень хорошо. Ну школа фигня, то есть в Америке же дом зависит, аренда и стоимость зависит от школы. Если бы тут здесь были хорошие школы, дом бы стоил два с лишним. А и аренда, наверное, было бы пять с лишним, да? Ну, наверное, да. А вы в частный ходите? Мы ходим в садик русско-украинский и пойдем, наверное, в частный. Тоже где-то недалеко? 1700, да, рядышком, здесь три русскоязычных садика. Вот в отличие от тебя, с твоими двумя тысячами или сколько, я плачу? Нет, ну мы же нашли тоже за 1700 сейчас. А, ну вот, молодцы. Но хотели за 2200, просто места не было. Слава богу. А так тоже, кстати, сад типа домашний или? Домашний, пять деток, так кормят всякими борщами. И ребенку очень нравится, он туда пошел вообще без проблем. То есть, пошел и все, до свидетельствия. Я к тебе сегодня не с пустыми руками приехала, будем делать сырники. Точнее, я уже все сделала, мы просто сейчас их сформируем, пожарим, вкусно позавтракаем. В это время, пока я тут буду заниматься всякой ерундой, расскажи, пожалуйста, просто в двух словах, как вы сюда приехали, там, какой был процесс, какая виза или там гринкарта или что-то еще, пару слов, сколько вы здесь и все, все, что ты можешь рассказать про устройство на работу, про работу, про поиски, про подводные камни, про сокращение и так далее. Жопку у клубнички отрезать или нет? Я просто не могу ее на джопнике рассказывать. Отрезать. Мы приехали, ну, как это все стандартно в долине, муж программист, Аля, но у меня муж не программист, он типа C-level, ну, топ-менеджер. Но мы приехали со второго раза, с первого раза я работала в российско-американской компании, они мне предлагали переехать. Мне и мужу разные визы, мы в двух филиалах работали. И в Orange County я такая приехала, посмотрела, блин, дыра такая, дома большие, красивые, но вообще делать нечего. И сказал, нет, я останусь в России. Я тогда очень много путешествовала, Париж, Сингапур там постоянно, каждый месяц в новой стране. Это ты по работе? По работе. Класс, какая хорошая работа. Да, я работаю в продажах, продаю всякие там IT-штуки. Мое образование, тынь, яс, в общем-то, все, что я умею, это говорить по-английски, звездить, хорошо сказочно. И, в общем-то, из этого я строю свою карьеру. И во второй раз мы уже переехали. И когда там в России случился кризис, я начала искать, у нас компания обанкротилась, у меня вообще везет. Если я устроюсь в какой-то компании, следующее, в общем-то, то преградывайте за ней. Пойдет к одной, может, мужа, нет, и не отправляй туда работать. И я походила в Нижнем искать работу, у меня была такая хорошая долларовая зарплата, и мне говорят, у нас генеральный директор столько получает, девушка, вы что, типа, хотите. И после этого мужу опять второй раз уже в другой компании предложили переезд. И его начальник, владелец компании, он понял, что я это блокирующий фактор. Он мне тогда купил билет в долину, в общем, снял тут машину, позвал в гости и понял, что мне надо продать эту долину, продать эту долину. В общем-то, мне все понравилось, я сказала, переезжай. И мы взяли кота, и много-много чемоданов, туфелек муж ездил. Три раза он возил туфельки. Серьезно? Они мне сейчас ни одни не нализать, если у кого маленький размер, отдам. Насколько маленький? Тридцать пять, споем. Боже мой, ты какая золушка. Я разжирела потом. Я была как Шрека просто, женщина вот эта, как Фиона во время беременности. Ну и, в общем-то, вот. И поэтому я искала большой дом, потому что мне надо было, чтобы влезли все туфельки, которые я теперь не ношу. Но, в общем-то, да. И поэтому вот сюда приехала. Работу здесь искала сложно. То есть я в итоге перед отъездом нашла работу удаленно на американскую компанию. Получала в Нижнем Новгороде американскую зарплату. Я так это прикурила от 100-долларовых купюр. Потом я переехала сюда. Эта зарплата здесь была очень маленькая. Я такая взгрустнула, но ничего, жить было можно. А потом эта компания тоже там закрыла полностью отдел. То есть меня постоянно сокращает и увольняет. У меня грусть, печаль просто. У меня уже четвертый раз. Я привыкла к лучшему. И я начала искать первые свои работы именно в Долине. И, в общем-то, здесь fake it until you make it. То есть я выбрала профиль, по которому я подхожу, какие компании будут нерелевантны. И начала просто всем рассылать резюме в Линкдине. Вообще абсолютно бездарно начала искать работу. И нашла тогда стартап. Основатель стартапа продал предыдущий свой стартап за 160 миллионов. То есть вот мобильный скайп. Это было давно. Вы еще были маленькими. Даже я. Мобильный скайп — это был как бы его проект. То есть он продал Microsoft. Вот это мобильное. Quick назывался. Первый мобильный видеочат. И я пошла с ним, значит, в Founding Team с основателей. Наелась там просто кучу какашек, потому что было очень тяжело. Сделала там какие-то продажи, выстроила команду. Наняла ребят там из России, по-моему, тогда нанимала. То есть как бы вот удаленно. И потом у них дело не пошло. Соответственно, меня сократили. И я уже начала искать другую работу. И другую работу я нашла несколько. Я уже нашла себе ментора. Я составила хорошее резюме. Я сделала в лучших. Есть вот блогер такой Лермонтова Ольга. То есть вот в лучших ее традициях. Там резюме показывает твои достижения. И получила несколько джеб-оферов. Один из которых был Microsoft. Один был вот мою бывшую компанию. И как бы я думала, куда пойти. И моя бывшая компания. Ну, если я согласилась к ним, пока ждала от Microsoft, они мне прислали суперновый ноутбук, бомбочку для ванны, толстовочку. Я такая... Купили тебя, короче. И пошла к ним за бомбочку. Потом меня опять сократили. Ну, потому что у них тоже не пошло то направление, которое... Ну, сейчас еще все вот эти технические сокращения. И сейчас я опять ищу работу. Ну, сейчас мне страшно уже, потому что я опытная. То есть я уже ищу на большие деньги, чем там была. Сокращают обычно на несколько месяцев компенсации. Маша, если не секрет, сколько примерно ты получала? Ну, где-то от 200 до 250. В час? В год. Тысяча. А, понятно. То есть когда, например, плохой год был, но и плохо дела шли, то... 200. Около 200. Хорошие там чуть побольше. То есть продажи, в принципе, получают как программисты хорошие. Прям хорошие программисты. Да, Amazon предлагал 500. Но я туда провалила интервью, я не подготовилась. А что, кстати, вот помешало пройти? Есть situational интервью, behavioral интервью, когда они тебя оценивают, насколько ты будешь устраиваться. Что ты устойчивый? Ну, типа, насколько ты подходишь к ценности компании. И потом, когда я уже с девочками разговаривала, он меня спросил, какой у тебя был конфликт с коллегой. И я по-честноку рассказала, что вот был чувак там, от меня такое спрашивал. Ну, забыла уже, что надо там рассказывать все правильно. Только хорошее. Да, и, в общем-то, потом я спросила у девочек совета, ну, как бы их фидбэк на то, что я рассказала. Они говорят, это говорит о том, что ты не можешь работать в команде, что ты недостаточно знаешь продукт. В общем-то, вот на таком я завалилась первый раз. И в таких компаниях, если ты заваливаешься, они тебя в бан на год отправляют. То есть год ты не можешь на это вакансию. Ну, сейчас ты, в принципе, уже можешь пробоваться. Сейчас у них уже не нанимать, сейчас вообще. Понятно. Поэтому у меня вот сегодня в час интервью. Интервью состоит из где-то восьми раундов. То есть сначала HR, потом твой менеджер, потом они тебя, вот такой луп, где тебя много всяких коллег интервьюируют, и потом ты делаешь презентацию перед советом. И вот я уже очень переживаю, потому что сейчас все компании замораживают найм. И одна из крупных компаний, куда я тоже собеседовала, заморозила. И я такая, ё-моё. Ну, если что, я выживаю. А здесь еще платят пособие по безработице. Ты можешь подать, и они будут тебе платить где-то две с половиной тысячи в месяц. Что нужно для того, чтобы подать пособие по безработице? Ну, надо до этого работать где-то чуть меньше года, и документы там просто заполнить. Что тебя сократили, что тебя там не уволили за какие-то проступки. И вот такой план. То есть, в принципе, если ты попадаешь под сокращение и не можешь устроиться, то здесь есть определенные плюшки. Ну, две тысячи, куда ты на них пойдешь? Ну, это лучше, чем ничего. Кредит за Теслу выплатить. Вот ты ржешь, а я серьезно планирую платить за Теслу. Способие по безработице. Бедные люди в Калифорнии. Тут Америка, тут можно бухать и водить. А для чего Теслу купила? Чтобы я бухала, она меня возила. Ну, я-то пока себе Теслу не купила. Очень удобно, кстати. 13 тысяч переплатила за эту фичу. А сколько ты всего за Теслу заплатила? 90. Это очень грустно, потому что сейчас они понизили цены. А, так, короче, мне пора покупать эти Теслу. Да. В общем, фишка в том, что там есть опция self-driving, и она стоит плюс 13 тысяч или 12. Сейчас уже 15. Купила, оказалось, что это фича, которая еще когда-то будет доступна, и ты заплатила за будущее. Я думаю, блин, я бы лучше себе за будущее, ну, нашла, куда эти 12 тысяч потратить. Муж выбирал просто. Ну, ладно. Это у меня был гешталь, что я хотела что-то такое купить, не парься о цене. В общем-то, я купила, и меня сократили. Самое время было, да? Так, пока наши сырники жарятся. Расскажи, пожалуйста, вот все, что ты знаешь. Давай начнем с резюме. Что надо указывать, что не надо, что тебе помогло, и что, наоборот, нет. Когда я приехала, я составила такое классное резюме в европейском стиле и попросила девочку зареферить меня в очень крупную компанию, то есть послать это резюме. Она такая посмотрела, говорит, я с таким резюме отправлять не буду. Это резюме слишком европейское. Я там написала, что я делала. То есть я там такие-то проекты вела, такие-то в долине, тем более принято писать, что сделала. Например, я закрыла проект на миллион долларов. Или я подняла выручку компании на там 200 тысяч баксов. То есть не важен процесс, важен чистый результат. Да, то есть какие у тебя есть качества и как ты их показал в результате. Например, я там умею работать с техническими клиентами, там на уровне топ-менеджера, и я закрыла, грубо говоря, там с ними сделки, используя такие-то и такие-то процессы на там такую-то сумму. То есть чего ты добилась. Вот такого плана резюме ты составляешь и отправляешь. Что указывать не надо? Не надо указывать, что делала. Ну, что указывать не надо. Ну, а какие, хорошо, какие черты, ну, например, твои как человека, как личности, вот, хорошо продают тебя? Ой, черты вообще не пишешь. Вот это я там коммуникабельная, открытая, трудоголичка. Этого писать не надо. Ты должна это продемонстрировать. Коммуникабельная, например, там, я построила команду. Или я работала с разными командами. Кросс-фанкшенали, то есть кросс-функционно. Не знаю, как это по-русски. То есть ты должна это показать как результат. Ты не пишешь общих фраз. Там, я владею Microsoft Office Excel. Это прям вообще жесть. То есть, ну, такое серьезное взрослое резюме нужно писать. Как ты, что ты делала и как твои качества демонстрируешь в результате. Так, хорошо. Допустим, ты составил классный резюме. Оно понравилось работодателю. Тебя зовут на собеседовании. Hopefully. Надеюсь. Да, меня зовут на собеседовании. Окей. У тебя есть несколько этапов. Это HR, то есть как бы Human Manager. Вот это отдел кадров, а-ля по-русски. Не знаю. Потом твой будущий начальник. И потом тебя отправляют на как бы такую панель, где тебя каждый там несколько человек, человек пять из команды, они тебя мурыжат всякими вопросами. Какими, например? Был у тебя... Расскажи ситуацию, когда у тебя был конфликт с коллегой. Расскажи, когда ты провалил сделку. Расскажи, когда ты выиграла сделку. Расскажи, когда в компании были изменения и как ты адаптировался. Тебе надо отвечать по системе STAR. Это там situation, timeline чего-то там, result. То есть, например, у меня был конфликт с коллегой. Я вот такое вот так-то вот его решила. Мы договорились об этом. И это помогло улучшить в компании там показатели на 20%. То есть, каждый свой факап или whatever ты должна перестроить в такой вот продающую историю. Даже несмотря на то, что это был факап, в итоге все было супер классно. Да, в итоге это все стало во благо. И на одну крупную компанию готовил 200 ответов. То есть, на 200 вопросов. Эти вопросы даются заранее, которые тебя будут спрашивать? Или там все по факту? Ты гуглишь. То есть, что тебе попадется, ты не знаешь. Но лучше подготовить. Потому что в Амазон я не подготовила. Такая, да я это делала два года назад. Я вспомнила. И, в общем-то, он меня застал врасплох. Сейчас я вот уже такая поумнее стала опять. Есть какой-то базовый вот перечень вопросов примерно? Где-то его можно просто в интернете найти? Да, ты можешь найти. И каждая компания будет спрашивать в соответствии с ценностями. Например, в Амазоне хотят, чтобы ты быстро принимала решения, быстро делала, быстро проваливала и быстро училась. В Гугле хотят, чтобы ты там коллаборировала со всеми, чтобы со всех спрашивала. Как бы там другое. В Майкрософте там вообще какая-то странная шляпа. Ну ладно. И Амазон тебя будет спрашивать, расскажи о ситуации, когда ты, например, когда ты что-то быстро сделал и провалил. И как ты эту ситуацию вывезла. То есть, он тебя будет такие вопросы спрашивать. Гугл тебя будет спрашивать, вот в Гугл не попало, наверное, ребята, как бы я не готовила. Как ты, например, взаимодействовал с коллегами и как вы, в общем, работали над командой. И от того, как ты отвечаешь, зависит, насколько ты подходишь по ценностям. Ты можешь быть классный специалист, но большая компания тебя завернет, потому что ты скажешь, например, да я никогда ничего быстро не делал, потому что я люблю обдумать, подождать. И Амазон тебя сразу как бы... Ну, я утрирую, конечно, но в целом это так. Что дальше? Как происходит процесс приема на работу? Какие-то документы от тебя требуются? Какие-то, не знаю, справки от врача, подтверждения от психотерапевта или там еще что-нибудь? Ладно, я промолчу по расправке от врача. Для чего она? Если я прошла собеседование, дальше они делают, зависит от компании, background check. Это они проверяют, во-первых, они связываются с той предыдущей компанией и спрашивают, насколько ты адекватная. И они проверяют, были ли у тебя какие-то криминальные и все такое. В общем-то присылают тебе в прошлой компании. Я сказала, я принимаю оффер, но в душе хотела еще другой оффер подождать. И они мне сразу-таки прислали, вот тебе там ноут, вот тебе бомбочка. И, в общем-то, тебе надо им дать какие-то референсы, с кем они свяжутся, насколько ты там нормальный, адекватный человек, и все, в общем, выходишь. И тут employment at will, это значит, тебя в любой день могут просто уволить. То есть у меня было супер-найс уволнение, потому что мне сказали, там, мы тебя сокращаем, ну, там, неделя, ты передаешь дела, мы тебе там денежек выплатим, все, короче, это все-таки мне столько приятных слов написали, top management все. А у меня были друзья, они пришли, им, короче, пропуск не работает. Или они пришли, их с коробочкой встречают, типа, досвидос. То есть, типа, даже такое бывает? Такое чаще всего бывает. То есть, такое сокращение, как у меня, это очень редко бывает, потому что я даже и Чару сказала, блин, спасибо, ребята, такой классный опыт увольнения. В смысле, ты мог вчера уйти с работы, а сегодня прийти с коробочкой? Ты приходишь, например, ребята, по-моему, в гугле, что ли, или где-то они пришли, у них пропуск просто не работает. И их уже не пустили. Да, или они заходят в свои аккаунты, логиниться, и у них просто уже, ну, они не могут логиниться с паролем. И у меня у подружки муж, он пришел, и что-то у него с пропуском не так, и у него сердце ёкнуло. Что, типа, все, это конец? Да, реально, потому что сейчас очень много увольняют, и оказалось, что просто, ну, там он размагнитился. Но он посидел, мне кажется. Чуть-чуть, да? Слушай, а вот что выплачивает? Какую-то компенсацию за сокращение? Да, обычно выплачивают несколько месяцев. И ты можешь поторговаться. Я на самом деле отдала, мне купили, когда я устроилась последний макбук, там все вот эти няшки, и я такая отдала. И сейчас я думаю, блин. А зачем? Надо было оставить, надо было сказать, вот они там, мы тебе, ну, я не могу разглашать, сколько месяцев, но они тебе говорят, мы тебе выплачиваем за несколько месяцев, все там бонусы, которые должны, мы тебе страховку оплачиваем на сколько-то месяцев еще. И можно поторговаться. То есть можно сказать, вообще-то я очень хорошо работал, давайте-ка мне вот побольше месяцев. Ты так сделала? Нет. Я такая, как хорошо, мне выплатили за несколько месяцев, так и довольны. Можно идти, тусить, гулять, спасибо, ребята, пока-пока. И они еще дают какой-то фидбэк о тебе? Или это уже просто потом, если их спросит следующая компания? Можно их попросить какое-то рекомендательное письмо на LinkedIn, можно. Я вот, кстати, который день хочу написать своему бывшему менеджеру, говорю, напиши мне на LinkedIn нехорошие эти референсы. То есть здесь основа поиска сотрудников работы все через LinkedIn? Да. Ну, я через LinkedIn есть разные еще сайты, но LinkedIn будет самый такой. Одну работу я смотрела, я написала, я буду релевантный кандидат, я встретила их вице-президента, женщину, именно Интека, я ей просто в личку написала, говорю, ты можешь мне послать резюме? И она мне сразу ответила, говорит, я пошлю и все, вот, в общем-то, послал, но пока с ними ничего. Но такой опыт работы, да, то есть ты прям пишешь директорам и говоришь, ну, знаймите меня, я ничего такая. А какой примерно вот в среднем, средняя длительность поиска работы может быть? Порядка месяца. То есть интервью процесс идет несколько недель до месяца. То есть нет такого, что ты сегодня нашла, завтра устроилась, все это процесс небыстрый. Небыстрый, потому что тебе надо с каждым прособеседоваться, потом, например, в моей должности это панель где-то презентацию, потом они будут бэкграунд-чек делать на тебя, и, в общем-то, это долго. Расскажи, какие вот у тебя запросы к компании и что вообще американские компании предоставляют в качестве, знаешь, может быть, приятных каких-то плюшек, какие-то мероприятия, не знаю, там вечеринки, подарочки под Новый год или там еще что-то, что вообще предлагают компании? Ой, да, у меня теперь предыдущий преподаватель меня избаловал, потому что он был очень классный, то есть, ну, я ищу, чтобы был гибкий график, то есть, когда я могу ездить в офис в любое время и по желанию, чтобы там кормили, был хороший алкоголь и коктейли. У тебя это было на прошлой работе, да? Да, на прошлой работе, например, я в HR писала там запрос, купите мне опироль, шприц для опироли, или там у нас закончились маленькие поросейки, то есть, это как бы нормально, а еще я писала, что нам нужно хорошее вино и хорошее шампанское, они покупали там мое и хорошее вино. Кормили три раза в день, завтрак, обед, ужин, ну, ужин не каждый день. типа, не хот-догами там и пиццами? Нет, они там всякие, там, меди-тренинг, едат, то есть, шашлыки всякие, салаты, вот там приезжал кейтеринг, все устраивал, и все очень красиво. Какая у тебя хорошая работа. Видеокину. Конечно, покажем, как она. И я ездила, офис был супер, как хорошим дизайном. Я ездила туда выпить и пожирать и с ребятами потрещать. Это Сан-Франциско офис, да? В Сан-Франциско. Мне еще очень нравилось, приезжаешь, там вот эти вот все новые дома, вид на дома, то есть, хотя бы город у нас из Сильпота. Вот. И в текущей компании, сейчас я рассматриваю четыре компании, а одна вот мне все больше нравится, потому что у них есть тоже офис в Сан-Франциско, но они говорят, ты можешь туда ездить, можешь не ездить, можешь ездить, когда хочешь. Вот это у меня оптимально. Одна компания полностью удаленная, на меня это наводит печаль, тоску. Потому что мне надо, у меня туфелек много, одежды. Финишни нарезаторе, ты же новый купил. Новый купил, конечно. Но здесь не носят шпильки, поэтому... Какие бренды ты любишь? Ой, вот сейчас я покупаю... Раньше у меня были всякие модные туфельки, там всякие Ларри Блю, Гассадеи, а сейчас я покупаю простые какие-то бренды, потому что я перешла на фастфешн. Если я покупаю что-то дорогое, то это будут там сумки и украшения, не туфли, наверное, потому что завтра будет уже не модно. Вот. И что еще я смотрю, чтобы было много отпуска, чтобы компания была как бы хороший work-life balance, баланс жизни и работы, чтобы они давали много выходных. То есть в предыдущей компании, например, очень как бы, если ты берешь выходной, все тебе говорят, да-да-да-да, конечно. И одна из компаний, с которой разговариваю, они такие говорят, вот у нас суперкультура, мы, ну, как бы, когда ты устраиваешься, ты должна в первые полгода взять хотя бы неделю отпуска. Мы тебя будем выгонять, чтобы у тебя не было вот этого burn-out, выгорания. Вот такого плана я ищу плюшки, чтобы была страховка, чтобы были всякие корпоративы, всякие мероприятия, чтобы был красивый офис, куда можно приехать лицом подороговать. Слушай, вот, кстати, еще вопрос. Я просто от многих вот моих знакомых здесь слышала, что, знаешь, очень сложно вот завести прям дружеские отношения на работе, что американцы там, как бы, они не очень расположены прям вот заводить друзей, там как-то еще, и те, кто переехал сюда в ковид особенно, кто не успел там познакомиться заранее и была надежда на какое-то знакомство на работе, что у них как-то не очень это получилось. Ну, тут очень надо аккуратно, потому что ты никогда не знаешь, когда тебя могут там сократить еще что-то, и после этого люди будут достаточно сторониться. Но у меня вот я на прошлой, нет, да, на прошлой неделе встречалась с коллегами, часть которых тоже сократили, часть осталась, мы пьянствовали, и у нас вот в предыдущей компании была классная культура, у нас, поскольку я была экзеквитив-должность, то есть достаточно высокая уровень должность, у нас раз в квартал были вот пьянки и какие-то мероприятия именно вот для этого уровня, для верхушки, и мы сдружились, и да, есть американцы, которые не супер будут дружить, но вот есть американцы, с которыми я дружу, поддерживаю отношения, на ланч я хожу, и в общем-то, ну... насколько близко американцы обычно пускают вот в свою жизнь, то есть это вот есть такое, знаешь, как у нас, типа там, застолье, посиделки, перетереть там всех и все, знаешь, чтобы вот прям, душевно назовем это так, или это все-таки больше как-то поверхностно? Казалось бы, что такого нету, но тем не менее, я очень много американцев встретила, с которыми я именно такие отношения поддерживаю, и когда меня сократили, парень, которого сократили за полгода до меня, он мне позвонил, такой, Мария, типа, я слышал, тебя сократили, ты хочешь об этом поговорить? Я говорю, да, пойдем на какой-нибудь ланч, мы пошли, всех обсудили, мы уже как бы сделали парень, кого сократят в следующем у нас, в команде, надеюсь, никто из них не услышит, бедняки, я уже сходила на ланч с чуваком, который, типа, после меня, скорее всего, пойдет, если он не пересидит, в общем, у меня очень много таких приятелей, даже вот из Orange County, с предыдущей компанией, как бы, я постоянно встречаюсь, и вот очень откровенно мы общаемся, как в принципе. Они американцы, или они тоже приезжие? Американцы. Ну, то есть, это все-таки, наверное, зависит больше от человека, это такой, немножко миф, да? Это, да, зависит от человека, и в целом, как бы это, ну, вот то, что ты говоришь, это то, чего надо придерживаться, но это не значит, что... С удивлением, я нашла очень много американцев, с которыми я прям дружу. И, слушай, еще тоже, в тем же отношении на работе, есть какое-то соперничество, или вот больше как-то вот именно там тимбилдинг, команда, мы работаем все вместе над одним проектом, или вот, не знаю, типа, как подсиживание какое-то, или вот что-то такое вообще, оно такое есть? Зависит от компании, в микрософте. Когда я проходила интервью, я проходила, ну, значит, начальниц, которая должна была меня нанять, и один из людей, который меня интервьюировал, был ее бывший подчиненный. И он мне, короче, начал про нее рассказывать какие-то вообще странные вещи, что вот у нее там работал, он говорит, аккуратнее, Мария, вот с этой девушкой, у нее работал, ну, там, другой продажник, его лишили всех аккаунтов, теперь он не знает, как сделать это, и я такая, то есть они начали чернуху какую-то лить, но в целом, да, это очень политика это называется, этим надо уметь играть, и вот сейчас как бы у меня, ну, в команде осталось несколько человек, и мне интересно, пересидит ли мой бывший коллега, моего начальника. В общем, я с другим коллегой, которого сократили, хочу заключить пари на 20 баксов, что начальник уйдет первый, и тот его подсидит. Я тебя буду держать. Так хорошо. Скажи вообще, сколько у тебя здесь спален? Раз, два, три. То есть это, и плюс зал большой? Плюс зал, плюс еще гостиная наверху, где муж ютится. Мы наконец-то идем смотреть ту самую коллекцию туфель. Нет, я их всех уже раздала. А-а-а! Это спальня, тут надо купить мебель, тут старая. Мне жалко денег. Угу. Сколько у вас ванн, комнаты? Две с половиной. Две с половиной, это значит, что одна просто туалет. Одна туалет. Там нельзя мыться, но при желании. Этот дом я выбирала за то, что здесь гардеробная, и прямо с ванной вместе. Очень круто. То есть ночью очень удобно там переодеваешься, в дождь сходила, сюда залезла, и, в общем-то, здесь это только мои шмотки. Вау. Здесь тоже бардак, много шмотки. Слушай, всем бы такой бардак, на самом деле, как у тебя. У меня вчера уборщики были, позавчера. Я еще не успела засвиначить. Вот, здесь туфельки, но они, видишь, уже все розданы, розданы, уже некрасиво. Когда я только приехала, я их выстраивала. Скажи, чем ты? Твои ароматы все? Да, я очень люблю люлабу вот такие. Какой у тебя самый любимый? Вот этот, наверное, надо хотеть. Я вообще люблю маленькие. И все перепробовала, из них купила две, которые мне понравились. Это вот эти. Сколько такая баночка стоит? Такая, наверное, 150, такая 350, наверное. Потому что вот это масло. Ну, видишь, так пахнет. Немножко аптечное. У меня на подружке хорошо, но немножко каким-то травмом. Слушай, а сколько вы вообще платите за коммуналку? Она у вас не входит в счет аренды? У меня муж платит за коммуналку. Баксов, наверное, около 300. Сейчас мы, когда купили Теслу, мы платим больше, наверное. То есть... на втором этаже лежишь на диване, смотришь телек, и чтобы не ходить вниз за пивасом, а то вдруг похудеешь. Тут предусмотрен холодильник под пивас, но мой муж не... Не любитель пива, я смотрю. То есть он, как казалось бы, да, но нет. Просто мы не используем этот холодильник, потому что... Но эта вся техника, она здесь уже была встроена? Да, встроенная. То есть все чисто вот продумано, как обычно живут американцы. Ну, здесь надо, конечно, нормальный дизайн сделать, потому что... Ну, это как бы мой муж тут делал. Здесь прачка, стиралка, сушилка, шмотки, горы белья обычно. Ну, тоже стиралки, сушилки обычно ставятся всегда в отдельной комнате. То есть здесь нет такого типа на кухне под раковиной или, не знаю, в ванне там между этими батареями и ванной этой, самой ванной. Детская ванная, детская спальня. Да-да-да, здесь кладовка. Вот тут срать. Ура. Тайная комната Моники. У всех есть в доме тайная комната Моники. Да, здесь кабинет. Это твой. Это мой. Сразу видно, кто в семье главный. Вот эту картину мы привезли из Гаити, когда мы ездили в круиз. Мы ее сторговались, купили ее за 50 баксов. И когда мы пошли рамку делать, нам чувак, который делает рамки, то есть у него мастерская багетная, он сказал, что в принципе здесь можно за полторы тысячи легко продать, потому что классно нарисовано. Очень красиво. То есть такое вложение плюс Black Lives Matter. Вот это сейчас модная тема с разными растами и прочее. Так, раз уж мы дошли до твоего кабинета, расскажи о своих обязанностях. О чем вообще заключается твоя работа? Торговать лицом. Продуктом то бишь. Ну, то есть моя работа заключается в ведении сложных сделок с самыми крупными компаниями мира, то есть с топ-менеджерами самых крупных компаний, то есть это как бы технические требования, финансовые, юридические, то есть все это согласование, иногда поиск этих клиентов или там существующими уже ведения сложных сделок. То есть ты берешь стартап и его как будто продаешь, грубо говоря? Нет, это моя основная работа, то есть я беру продукт, который в компании есть и в общем-то продаю его в другие крупные компании. Это вот в этой части, то есть в одной части кабинета я работаю на своей работе, но которая была. В этой части вторая моя деятельность, это я консультирую стартапы, то есть я выступаю адвайзером в двух стартапах. Эдвайзер, это когда ты уделяешь им час в неделю, грубо говоря, или два, они тебе дают долю в компании. Одна из компаний и стартапов у них такая идея, они маскируют акцент, то есть ты говоришь hello, все, оставишь их приложение, на ноутбук себе и дальше ты говоришь уже по телефону или по зуму с нормальным английским. Они, по-моему, Forbes, как самые 10 перспективных стартапов в русском Forbes, что сейчас неактуально, денег им дал и привел мальчик, которого я там случайно встретил, познакомилась. Он из американского Forbes 30 до 30, 30, Тианда Фетти, и он вложил в них денег и позвал меня, чтобы я им, значит, вот эту систему продаж помогла выстроить, их там обучить и все такое. То есть они два мальчика, два сооснователя, и они еще такие молодые, то есть не совсем знают, я уже старая, учу их разуму, а второй стартап, он делает как бы транскрипцию митингов, то есть когда ты хочешь на митинги, он тебе разбивает по темам, и потом ты можешь создать какие-то таски вот в системах, ну, задания. Блин, по-русски это все сложно говорить. Ну, я-то тебя понимаю, если что. Да, ну, то есть все говорят на таком суржике. Ну, в общем, цель второго стартапа, он еще очень-очень рано, он там очень голодный основатель, то есть я хочу компанию 40 миллиардов, в общем, что я буду для этого делать, он спит, последний раз он спал в e-work в каворкинге, потому что он говорит, так, я буду все делать для компании, у меня как бы нету, и вот я тоже консультирую по продукту, куда двигать продукт, как, в общем-то, вводить продажи, и все такое. Если они продают продукт, ты получаешь какой-то процент когда они продают компанию, я, получается, тоже владелец компании, то есть когда они продают компанию, у меня есть определенные доли, акции, и в общем-то. Так ты уже миллионером станешь не сегодня, завтра. Слушай, ну, каждой компании, когда ты устраиваешься, они же тебе дают опционы, то есть, например, у меня текущей компании, когда она выйдет, которая меня сократила, у меня остались опционы, от них акции, и они примерно на миллион где-то, но их надо выкупить сейчас, за это на 30 тысяч заплатить, и 7 тысяч налогов еще, и неизвестно, выйдут ли они на IPO, стану ли я миллионером, или не стану, и в общем, сейчас у меня такой вопрос. Дилемма. Платить мне эти 30 тысяч возможности стать миллионером, или пробить эти 30 тысяч, и как бы получается, они тебе принадлежат, эти опционы, пока ты работаешь в компании, или если ты увольняешься, то ты их должна выкупить, или как? Ты в любом случае их должна когда-то выкупить, но если ты увольняешься, у тебя есть период несколько месяцев на выкуп этих акций, и пока ты работаешь, тебе там за каждый месяц начисляется больше, и больше, и больше. Треть твоей Теслы, короче, либо выплатить акции, да? Да, треть Тесла, либо выплатить акции, ну, не знаю, посмотрим, может быть, я половину куплю. В Долине все как бы, ну, вот почему я живу здесь, несмотря на то, что там кто твой YouTube смотрит, видно, что здесь так себе уровень жизни, зато качество. Здесь очень классный нетворк, то есть очень крутые связи, и ты можешь практически куда угодно выйти, через кого угодно. Например, поскольку один из стартапов, которые я консультирую, им бы было классно работать с Zoom, и я такая, окей, мне нужен какой-то фонд инвесторский, которым даст денег, который будет иметь отношение. И я нашла фонд, который основал один из основателей Zoom, Грег Холмс, и я такая, окей, как мне зайти в этот фонд? Я, в общем, посмотрела в LinkedIn, какие у нас есть общие друзья, написала девочке, и она мне представила CEO, то есть топ-менеджер крупной компании, который тот же партнер в этом фонде. инвестиционный партнер. И он меня вывел на этот фонд, как бы, и мы сначала один пич делали, вот ему потом второй пич делали, главному партнеру фонда, но, в общем-то, провалились, потому что еще недостаточно, то есть мы еще разочек зайдем, но тут все вот это просто. То есть тут, в принципе, даже не система шести рукопожатия, тут практически через человека можно. Через человека выйдешь, или я была на интервью, то есть я не очень хотела в ту компанию, и у них уже был кандидат практически на закрытие, я разговариваю с директором там, и она мне говорит, значит, ну, я ей говорю, вот я иммигрант, ля-ля-ля, она говорит, что хочешь стать? Я говорю, хочу стать миллионером нормальным, она говорит, насколько ты серьезно? Я говорю, ну, вот еще хочу поучиться, потом пойду, и она такая, что тебе мешать? Я говорю, ну, я иммигрант, еще не знаю, она говорит, знаешь, с кем тебе надо поговорить? С Эриком Юнгом, который в Зуме, ну, как бы основатель главный, я такая говорю, ну, Эрик со мной не будет разгараться, он такая, ну, ты мне напиши, потом я тебя представлю, я такая, то есть здесь все просто. Это просто, мне кажется, такая точка мира, где собраны вот просто самые, наверное, такие топы, да? Самые топы, и вот топ-менеджер другой там достаточно крупной компании, про которой я рассказывала, я планирую, надеюсь, что, может, сегодня не забуду, написать ему смс, пригласить его на ланч, чтобы он как ментор выступил у меня, еще одной девочке, которая в венчур-капитале работает. То есть это, ну, не говоря уже о том, что долина это место, где живут там Цукерберг, Тим Кук и самые известные люди, этого мира, наверное, здесь еще и живут просто очень-очень богатые люди, которые основали очень много известных компаний. Очень много известных компаний, они, в принципе, то есть если тебе надо на кого-то из них выйти, ты легко... Ты живешь в правильном месте. Да, ты можешь это сделать, если ты не боишься спрашивать и общаться. А сложно вообще общаться, вот, ну, скажем так, с такими... Даже вопрос может быть не то, что богатыми людьми, а вот с такими известными, ну, в какой-то своей сфере айтишной, допустим, сферами, то есть люди, которые добились уже очень многого. Они, я имею в виду, вот именно американцы и такие люди. Есть ли какой-то, знаешь, вот такой порог, когда ты чувствуешь себя, может быть, что они там, типа, ну, как ставят себя выше, относятся к тебе более, может быть, как-то надменно или вот прям просто человек, который чего-то добился? Мне кажется, это все зависит от тебя, то есть если ты сам к себе так не относишься, то к тебе и другие не будут. Очень многие открыты, им сейчас хочется менторить, то есть им сейчас хочется тебя учить, взять тебя под крыло, и они, в принципе, открыты. Они ютуб-блогеров не берут пока у вас случайно. Наверное, какие-то берут, но что они тебе? Скажи мне, кто я тебе пошуршу в своей сети, можно и найти. Когда я проходила первое интервью, то есть я сюда приехала, я эмигрантка, мне надо как бы рассказывать все хорошо, и у меня был ступор, то есть я приходила, я такая, там, боюсь, и мне кто-то сказал, ты выпей там винишко, и у тебя дело пойдет. И, в общем, одно интервью было что-то в 8.30, это первый раз в жизни было, когда я в 9 была такая пьяная, потому что оно было без видео, я попивала винишко и рассказывала парню, как я образила там просторы вселенной, ну, условно говоря. Да, он так за меня топил потом, там прям меня готовил к топ-менеджерскому интервью, которое я провалила. Не бухнула с утра, да? Не бухнула, кстати. Я очень много проваливала на панель, то есть я выходила на панель, когда, ну, не на панель, где девушки, а panel and session, то есть когда всякие там топ-менеджеры сидят, а ты им, значит, показываешь, как ты презентуешь. Я начинала нервничать и, в общем-то, заваливалась, и один из панелей, я просто такая, бокал шампанского, и потом говорю, а мне помогло, и ты на панели сделаешь вот это вот. Ну, открытость ценится вообще или вот все-таки нужно, знаешь, какие-то такие моменты прикрывать? Это тебе надо быть очень аккуратным, то есть ты можешь, ты будешь очень аутентик, то есть оригинальным, если ты такой будешь, тебя это будет выделять, но надо прям очень знать рамки, очень знать культуру. У меня были интервью, когда, например, поговорила, там человек, ну, вецепрезидент, я ему говорю, слушай, чувак, ты мне понравился, я бы на тебя поработала, потому что ты не бла-бла-гай, то есть ты ничего. И он за меня тоже так топило, я провалила панель, потому что вышел на такой ступор. В общем, да, тяжело. Очень классный, очень классный для тусы, для праздника. Наверное, детские мероприятия вы здесь проводите, да? У нас, знаешь, какие тусы бывают, надо как-нибудь вас тоже позвать на Хэллоуин. Вот, наверное, Пасху мы будем делать, мы зовем аниматоров, и они детей развлекают, а мы там шампусик ем. А, вот эта стена, она еще полностью отъезжает. А, то есть это вообще получается цельное, как зал, и это как одно? Да, то есть она полностью убирается, и здесь как бы получается все одно. Как мне нравится ваш дом! Я только не знаю, как убирать, у меня муж на это есть. А газон это не натуральный? Нет. Ну, то есть, по крайней мере, его не надо стричь и так далее? Нет, но у меня опять же есть муж, который стрижет, вот он, когда придет, он будет стричь гранат, он будет подравнивать цветы, и они вообще вот, вот это вот все прям в цветах очень красиво, с мая начинается. А лимон вы сразу можете в чай? Да, или в лимончелло, или в лимонный кекс. Кому-чего! Да, лимон классный он тоже, видишь, его надо поддержать, потому что он опять... Сейчас поедем кататься на моем гештальте. Идем в святая святых! Какая красотка! Белая, боже мой, все, как я люблю! Красную хотела! А че тебе белая не подходит? Компромисс! Когда ты замужем, ты типа на компромисс идешь. Сейчас доедем, я тебе покажу, где самой сесть можно. и тут поедем. Вы поняли, да, масштабы? Смотрите, какой классный, огромный экран. Здесь все управляется через экран, да? Да, вот так ты можешь ее, в принципе, саму отпустить, и она сама на стоп встанет, только она дальше не знает, куда ехать. А-а-а! Вот, ты можешь, в принципе, отпустить. Смотрите, что происходит! Ты даже на педали не нажимаешь, да? А? Даже на педали не нажимаешь? Нет, я не нажимаю. Все, мы въезжаем просто сами себе в поворот. Куда вот она поехала? Она просто не знает, куда ехать, она едет, куда глаза глядят. Ты не жалеешь, что Tesla купила? Нет, очень облегчает вождение, потому что ты как бы ее ставишь на автопилот, и ты тупо за ней следишь, и ты не устаешь, если там в Сан-Франциско ездишь ночью еще где-то. Ну, и ночью, и в каких-то там условиях, например, там, дождя, чего-то еще она ориентируется хорошо. Да, она ориентируется хорошо. Но она... Вот сейчас два раза дергай вниз. Ребята, это вообще просто офигеть. Машину пропустила, сама повернула. Чуть-чуть роль дергать. Это что, это она? Да, иногда надо роль дергать. Понятно. Так, ребята, благодаря Маше мы узнали сегодня просто огромное количество информации о том, как устраиваться на работу, что представляет собой американская работа, плюшки, минусы, подводные камни собеседований, составление резюме и так далее. Маша, спасибо тебе просто огромное. Возможно, я когда-нибудь устроюсь на официальную работу. и обязательно буду использовать все твои советы. Надеюсь, тебя не уволят, как меня в этом. Ну, смотри, чем дальше, тем лучше каждый же раз. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на Машу в Инстаграм, подписывайтесь на меня. Не закидывайте какашкой. И спрашивайте все, что вас интересует. Мы обязательно ответим на ваши вопросы. Пока! Пока!